Теперь этого британца зовут Сулейман. Он носит это имя уже 15 лет после того, как принял ислам, находясь в Дубае в середине 2000-х годов. Однако его путь к исламу начался задолго до этого. Впервые он оказался в мусульманской среде еще в 80-х годах, когда приехал в командировку в Бахрейн. Я отправился в Бахрейн 1 июня 1984 года. Это был как раз первый день Рамадана, поэтому у спасящихся мусульман началось мое первое знакомство с исламом. Также первое, на что я обратил внимание, это был Азан, который звучал на улице из близлежащей мечети. Мне это понравилось, но тогда я не придал этому особого внимания. Но это было лишь начало. Через много лет Гарри оказался в Турции. И многими его коллегами по работе там были также мусульмане, которые соблюдали пост в месяц Рамадан. И тогда, глядя на них, он также впервые решил поститься в течение одного дня. Через много лет я поехал в Турцию. Это была середина 90-х годов. И там я увидел нечто другое. Увидел страну, полную мусульманами, живущими в светском государстве. Особенно это чувствовалось в месяц Рамадан. В тот момент был Рамадан. Там были люди, которые постились и которые не постились. При этом не было никаких запретов на работу кафе и ресторанов. То есть я видел людей, которые по собственному желанию постились, и они мне нравились. И тогда я решил тоже попробовать поститься. Это было спонтанное решение. А позже один из моих знакомых подарил мне Коран. Позже Гарри все больше и больше интересовался исламом. Он прочитал Коран и изучил биографию пророка Мухаммада, мир ему. Но у него оставались различные вопросы, ответы на которые он получил уже в очередной рабочей поездке в Дубае. Там начальник Гарри познакомил его со своими друзьями, с которыми у британца завязался долгий и интересный разговор об исламе. Сначала за ужином в ресторане, а потом на улице. Было где-то половина первого ночи. Мы разговаривали на улице после ресторана. И меня эти люди спросили, мы ответили на все твои вопросы? Я говорю, ну да, ответили. И тогда они сказали, почему бы тебе не сделать этот шаг, который ты должен сделать? Я сделал это. Наш разговор состоялся в ночь со вторника на среду. А уже в пятницу я отправился в одну из мечетей Дубая и там принял ислам. Сейчас Сулейману уже почти 60 лет. И он уже в течение 15 лет практикует исламскую религию и ни разу не разочаровался. А наоборот, благодарит Аллаха за такой подарок. Перед тем, как принять ислам, я боялся, что в этой религии будет много запретов. И у меня не будет никакой свободы выбора. И это будет сложным для меня. Да, действительно, ислам указывает нам, как мы должны жить правильно. Однако он говорит нам это как хороший отец, который дает лучший совет. А вы сами решаете, следовать этому или нет. Поэтому не бойтесь, принятие ислама это действительно умное решение. Поверьте мне, все будет отлично.